здравствуйте михаил ну во первых поздравляем вас с победой на первенстве россии под зюдо которая проходила в городе ижевск вы боролись уже второй раз по этому возрасту но в новой для себя весовой категории ваше ощущение ну понятно что первое место это все прекрасно но вообще ваше ощущение в этой категории ну принципе нет ничего такого необычного ребят уже изучил как бы посмотрел их на борьбу на соревнованиях по технике все вроде бы по старому конечно в 90 килограмм ребята чуть покрепче но все равно тоже я добавил физически поэтому не скажу что было тяжело и легко тоже никогда ничего не бывает ну на первый взгляд как бы смотря ваши поединки мне показалось что достаточно легко или потому что вы просто были достаточно так сказать уверены в себе ну как нужно напрягаться на тренировках тяжелого учения легко в бою естественно я был готов и физические данные принципе по технике было все как должно было быть и морально настроек был такой выходите бороться сразу с первых секунд и выигрывать с первых секунд ваши соперники из категории восемьдесят один килограмм какие-то перешли в новую тоже вместе с вами категорию или в основном все новые соперники в принципе на первенстве россии я не так много заметил ребят которые были восемьдесят одного килограмма меньше 90 но на международных стартах я уже замечаю частенько тех ребят с кем боролся в прошлом году позапрошлом на европе на юриных кубках европы они сейчас уже многие переходят тоже 90 90 килограмм это уже такая как бы начальная тяжелая категория да как бы 73 81 такой средний вес и многие говорят что как бы в легких весах гораздо быстрее техника в тяжелых весах более вязкая медленная вы как ощущаете вы боролись и в 66 и в 73 да и 81 и 90 ну я планирую в дальнейшем конечно и 100 килограмм перебраться вот я бы не сказал что конечно там где-то борьба лучше хуже да естественно мухачи они маленькие веса они двигаться чуть поактивнее побыстрее то есть вы на себе ощущаете что есть некая такая более спокойно да да конечно ну естественно чем выше вес тем сильнее соперники физические данные получше и естественно из-за этого скорость движения уменьшается и меньше передвижения конечно но все равно как вы знаете много европейцев встречается которые там и 100 килограмм и в плюсе могут бороться и бегать и прыгать как мухачи ваша техника ну понятно есть какие-то определенные ваши уже излюбленные коронные приемы но вообще техника как-то меняется с переходом вас в другие весовые категории вы где-то чего-то добавляете или убираете или в принципе оставляете на нет но в любом случае с каждым годом должен прибавляться еще один бросок который должен удивить соперника старого соперника или нового соперника неважно потому что каждый год все готовятся друг на друга все понимают все уже ждут чего-то и с каждым годом нужно хотя бы один бросок там год в два года добавить ну я имею ввиду добавить в том то что можно выйти и реально бросить на соревнованиях и с этим конечно складывается уже техника и можно сказать что да вот этот спортсмен хорошим классом сейчас вы у вас начинается ряд турниров кубки европы да по возрасту 21 год вы уже как бы там присматривались вот европейские спортсмены как мы говорили остались те же и точнее не так перешли ли кто-то из 81 90 или вы пока не не смотрели нет не присматривали просматривали я просматриваю соревнования гран-при принципе и взрослую возрастную категорию и юниоров есть ребята но не могу сейчас назвать по фамилиям сейчас не вспомню а вообще я замечал да что здесь ребята которые из 81 в этом году перешли в 90 вот и принципе конкуренция в 90 на международных стартах в этом году я думаю будет как минимум не слабее даже может быть и посильнее чем 81 килограмм какие планы на этот год кубки европы отобраться на европу и мир или вы планируете на каком-то одном старте или европы или мир бороться не но сейчас будет как обычно этапы кубков европы отборочные если все пройдет удачно все сложено и я смогу отобраться на европу и в дальнейшем на мир то конечно хотелось бы поехать на два старта почему бы нет в принципе уже который год так выступаем уже настрой есть на то что выигрывать вы со своим тренером уже обговаривали вопрос пробовать свои силы в мужском чемпионате ну конечно амбиции есть но если так полете просто стрессой головой к этому делу нет смысла потому что всему свое время в принципе да еще есть два года паренером и мужскую команду можно всегда прийти как бы с тренером поговорили решили то что на самом деле это не особо нужно на данный момент смысл переходить мужскую команду да там есть только один смысл в допереди чтобы отобраться на олимпийские игры вот пока на данном этапе это недоступно поэтому можно спокойно бороться среди юниоров и лишний раз не травмироваться лишний раз не проигрывать потому что там уже совсем другая борьба и уровень посерьезней чуть-чуть еще конечно какие то есть минусы которые нужно доработать чтобы перейти мужскую команду у вас было такое межсезонье да можно сказать как бы новый год и пару месяцев отдыха чем занимались помимо дзюдо как все простые люди ходил гулял горы ходил как-то вот ездил на праздники дни рождения все которые пропустил потому что очень часто бывает так что все время в разъездах и ну некоторые родственники там понимают некоторые обижаются там друзья тут вся себя потому что у меня ну много людей моем окружении которыми очень близко дороги конечно каждому хочется немножко делить внимание что интересного вот за этот период там с декабря до чемпионата россии ижевский такое интересное для вас что вы могли бы так ну допустим что то вас так потрясло или интересно что-то рассказать можете такое родился племянник у меня вот другой племяннице там исполнилось уже два годика другому племяннику исполнилось тоже два годика ну очень город все-таки это вот моих братьев дети как свои дети родились настолько счастлив вот и принципе тренировался как обычно также мы поехали в японию в этом году это очень полезно для будущего года сезона там очень неплохо добавил там принципе понял что с японцами можно спокойно разбираться ну и раньше как бы не было такого удивления что японец но в этом году уже уверенно я знаю что японец это далеко не японский язык не решили изучать не ну конечно как в каждой стране бываешь и что-то по чуть-чуть узнаешь а так в принципе уже есть какое-то достаточное количество слов которые уже позволяют находиться в японии япон япон интересный фильм за последнее время какой вы смотрели если что-то так отложилось в памяти интересный фильм сейчас не вспомню вообще фильмов много смотрю а что больше любите комедию какие-то исторические или вестерны или детективы да вообще сейчас по настроению но последнее время увлекался слишком документальными фильмами и что-то надоело сейчас решил больше уже перейти на что-то легкое такое комедия лилика это слишком тяжело для меня я не могу это все переживать а так комедии что-нибудь легкое такое чтобы сильно уже не задумываться и не ходить в это в начале нашего разговора вы рассказали что начали читать новую книгу да вот буквально эту поездку отец посоветовал почитать фазиль искандер фазиль искандер да вот там много книг я начал такую самую простую там всякие повести рассказы небольшие такие вот читается легко особенно интересно когда в дороге уже надоел телефон там ну компьютер и всегда знаю что батарейка не сядет всегда знаю что не сомается и даже вот найдет этот запах книги особенно старые да вот тогда тоже есть свой плюс когда электронную книгу берешь она электронная все равно по своему свойству после вашего выигрыша на юношеских олимпийских играх был разговор о том что о планах строительства зала дзюдо в туапсе вашем для вашего клуба потому что это такая больная проблема я так понял что для вашего региона как сейчас обстоит ситуация вообще что-то сдвинулось с мертвой точки и когда можно будет уже увидеть воочию этот зал дзюдо ну если честно да зал начали строить как скоро они его закончат я вам сказать не могу мы все живем в такой стране где такие вопросы конкретные ответ никто не знаю вот ну в принципе что-то двигается мало по малу числа переносят ну какое-то движение началось то есть уже начали строительство да хотя уже что-то пока что есть уже какая-то небольшая надежда что все-таки спортзал будет какой-нибудь анекдот последнего времени который вам понравилось можете рассказать пару секунд куда мы можем выжить и ставите я уже без анекдота что-нибудь такое смешное из жизни последнего времени что-то такой эпизод или вся жизнь я вспомнил просто это была отношительная ситуация не хочет рассказывать парню обидно не было мы просто как-то в поезде ехали ну такой нюанс как бы просто хорошо хорошо Михаил спасибо вам большое что уделили время и желаем вам удачи в поездке в Грецию ну и в последующих турнирах и этапах Кубка Европы спасибо большое